Что погнали Да баба голая у нее на стене, что еще может нести Я тоже так смотрел, там что-то, что-то такие, какие-то формы были Собственно, обратил внимание по этому Нормальный триггер Погнали Да, Старшейп, как вы видите, с козликом, не с Батмой Но вообще Батма против Хумена, это такая экзотика И какой-то вы прогноз Да я не знаю, какая сейчас ситуация Ну, то есть, насколько хорошо играет Старшейп Я думаю, что Джонни будет играть Ну, то есть, там не будет чего-то сверхъестественного Потому что, во-первых, он Хумен И он хороший Хумен То есть, это будет игра на уровне Хавка Вот, а вот что будет Понимаете, в этом матчапе На мой взгляд Очень многое, больше зависит от того, что будет делать Эльф А не что будет делать Хумен То есть, вариантов и возможностей ушастых гораздо больше И если он выберет не те варианты Если он реализует, ну, в смысле, исполнить не очень хорошо То Хумен со своим стандартом, каким бы он там ни был, неважно Будь то, там, какой-то раш, какой-то подпуш после экспанда Черт его знает, неважно Ну, нормальный Хумен задавит Но все равно, на мой взгляд, в этом матчапе больше зависит все от Эльфа Потому что встретить Эльфа, который... О-о-о-о, Чизи-рок, Чизи-рок Хантерс Холл прячет стыдливо Старшейп в противоположной части карты Да, это здесь экспан будет Что там по разведке, мы можем как-то заметить вообще второй барак Пошел второй барак делать слева тоже, видите, висп Да, опасненько Ну вот, собственно, то, о чем я говорю То есть решение второй барак, прямо здесь О-о-о-о Да нет, это какая-то прохлада Да-да-да, протекторы Но так тоже будет ошибкой Хотя нет, не будет Можно отбиться от этого Блин, протекторы бы проверить, конечно Ай, не проверяет Так, хорошо Да, сначала второй барак делают, а потом протекторы Да-да-да Ну слушайте, у нас ламбер мил есть, мы можем потянуть Главное, что мы не делаем экспант И... Ой, милиция проверяет, наконец Все проверяет Уже ничего не сделать Конкретно сейчас с этими протекторами Блин, Старшейп явно подготовился, блин Чезерок Ну а человек, который любит играть в хантресс, как бы ты должен ожидать вот такой хрени В том числе такой хрени То есть то, что не надо ставить экспант Это почти, ну почти 100% А вот Ну Ну Здесь В смысле, какие Такое количество рабочих умрет Нет, мне кажется, что не надо было сейчас лезть сюда Слишком дорого Обойдется это Джонни Раз, два, три Как минимум, раба у нас погибла Если гвардовская вышка сейчас доделается, то норма просто Ой, молодец Гвардовская вышка готова Не сражайся, что ты лезешь-то Ну, перегруппируйся, магазинчик внутри построить Рабочих там перегруппировать, чтобы их не... Спасает Да, вот-вот, гвардовская вышка 23-27, давай персингу в урона Ай, магазин не внутри Рифлы делаются, но они рифлы должны тоже внутрь, наверное, выходить Блин, как сложно-то, а? На самом деле, вот эти вот темы с протекторами, они относят, ну, напоминают нам о временах Помните, ВЦГ, какой-нибудь там 2005 год, когда у эльфов еще не забрали фортификейт на деревьях, которые ходят После ВЦГ забрали Но весь год мета была такая, что хуманы страдали всегда Да, то есть их там застраивали аовами, застраивали протекторами И ты с этим вообще ничего не можешь сделать Потому что фортификейт был в состоянии в любом Не убить Вот, тогда Извращались так же, то есть очень аккуратно, еле еб Фуловая застройка, воркшоп внутри застройки Пандорийский пивовар, неплохое, неплохое решение Ай, рифленый попадает Под, ай Добил, молодец И лучше вытащил из возможности Капец 35-20 Еще одно дыхание наверху, пожалуйста Ну дыхни там на виспа Ой, минус протектор, хорошо И здесь вместе с протекторами остается еще Moonwell И главное там с технологиями проблемы Старшейп Проблема вот этих вот чизеров Чизерков Двухбарачных, застройками Что они И не любят, и как правило не привыкли играть дальше То есть в целом, если ты отбиваешься от такой штуки Человек мало того, что находится позади по технологиям Ну, потому что ему нужно делать Т2, второго героя с котами Кашу не сваришь Ну, по крайней мере Блин, сейчас панду могут убить Ах ты, красава какой Да, панда минус Третий уровень Блин, прессы теперь нужны Не лезь, не лезь, не лезь Сейчас еще архмага потеряешь Ну, ёпс, тудэй Магазина не отличиться негде Ай-яй-яй-яй-яй Пошла арканка, нормально Там пошел тег Но Старшейп понимает, что он как бы козами Ой, в смысле козами, извините Хантресками не сможет прорваться внутрь То есть коты на вышке, на мортирах умрут Он понимает, что ему нужны технологии Технологии, технологии А Джонни Кейдж У него такое спокойное выражение Вообще лица Вот, но в целом, смотрите Вот этот вот лимит кошачий Он мертвый То есть со временем он все будет Все более и более беспомощным Мортиры, рифлы, престы Разрывают котов вообще на части Поэтому задача Джонни сейчас Не... Ну, задача эльфа сейчас Попытаться разменяться каким-то макаром И поменять котов на что-то более полезное Хотя бы на масс-дриадную Тоже под сомнением Потому что, ну, там мортиры, рифлы И какие-то ряды Скорее, даже не знаю На Раш-Т-3 каким-то макаром Халявить пытаться Вот А Джонни должен избегать Ранних контактов с оставшимися котами То есть вот пока у него не будет Престов с дисплейлом Лучше сильно не проявляться Но при этом ты не должен быть Абсолютно пассивным Потому что если ты будешь Как Джонни сидеть на базе То... Противник прокачается Противник получит предметы Экспу золота И... Тоже не вариант Поэтому надо Балансировать между Осторожностью И... Кстати, что он будет реально делать Сейчас Старшейф на Т2? Вот какие версии? Кто подскажет? Может... Мне кажется, там Т3 будет Просто сразу Бах Ну и как-то медведи рашит Не знаю, что еще можно сделать Против Рифлофа Мортир Ну МГ, но МГ Фактически те же самые медведи Просто менее универсальные Как бы Дриада нет Да, и сразу Т3 Все правильно, да И сразу видит это Джонни, блин Тогда Джонни нужно сейчас Руки в ноги И пушить этого гада Диспл есть, диспл есть Отлично Аккуратненько, аккуратненько Не отступайте Сейчас уже нужно отстреливать Все Разведка просто идеальная была Сейчас у Джонни Кейджа То есть он просто чекнул Да-да-да-да-да-да-да Да, конечно Димка там делает Но времени У нас не так много времени Либо мы сейчас просто Отдаем инициативу И закрепляем текущий наш плюс Экспандом каким-нибудь Либо мы идем Пушить противника Может подрезать Может подрезать Ой, уже хочет подрезать Того огра сверху Блин Да, конечно, должен доставаться Тут только на халяву Может подрезать Дыхание Добила панды Панда все добила Вообще Ой, когти плюс 12 Все, все, все Маршем на вражескую базу Пока там медведей много не будет Все хорошо Димка хорошо контрит панду Свиток лечения должен А где диспл Аааа, присты пустые Присты пустые Это плохо, да Да, ну Джонни, видите, тоже на Т2 действительно не сидит Но ему и особо смысла нет То есть Была опция выходить из лимита и рифлопушить до Талава Ну то есть просто вообще сломя голову Но учитывая то, что, во-первых, мета несколько поменялась И хуманы стали гораздо чаще играть в Т3 Вынужденно просто Ну и плюс им там выдали коней новых Есть плюсы Я думаю, что это гораздо более надежный вариант Оооо, минус три кота Ну это нормальная ситуация, когда коты разваливаются Правда, рифленый минус Кров зэ бист Неприятно подходит сзади барак Ой-ой-ой-ой-ой Димка начинает нарезать Мортиры под реджевом Да, это косяк, конечно Что он грейт на мастеров не заказал параллельно Такое бывает Особенно если ты занят Контролем и заказываешь одновременно Пошла Арбада, Ханни успела сделать панда, но она пустая Ну вот вопрос сейчас, у нас брейкер там подойдет какой-нибудь, нет? Тайминговый, хороший, красивый Или мы будем стерпеть от Риджуа? Ну, у Джонни плюс 10, у Джонни там Касл, если что Но он, правда, отсюда, может, не уйдет? Куда ты бежишь? Аккуратненько ломай ему просто ноги, бомби Не надо лезть на эти, в эту чащу эльфийскую, блин Все, и так хорошо На самом деле здесь даже убиваться не стоит, Джонни Кейджа Учитывая то, что у него тоже Касл доделывается Пришел, убил, убил, понял, что дальше динамика будет не очень Дальше Бладмейдж третьим героем, видимо, для того, чтобы Вон, не... Сейчас наступление можем потерять Ну, для того, чтобы... Ой, минус два рифла, как минимум Диспл Блин, какая же имба все-таки, это эльфийская, это арба Граби был очень хороший, где-то с полтора недельки назад он выпустил пост, явно продуманный по поводу баланса И там, в отличие от всяких там патчей Близзард и предложений от Нео или Рема Я не помню, кто из этих двоих товарищей выпускал прошлую версию Сиджестов Предложений, собственно, по патчам У Группстера были, с одной стороны, вроде как и смелые изменения, очень смелые местами Но начинаешь вдумываться и понимаешь, что шарит товарищ То есть там можно брать процентов 80 и внедрять Ну и вполне вероятно, что оставшиеся 20 я просто не догнал быстро Но, к сожалению, в Близзах на патчи берут людей, которые меняются каждые полгода, судя по всему И... О, у нас Беляк появился Экс Шейк, здравствуй Так, что дальше-то надо сделать? Что он предлагал? Да там прям лист Но по... Один из фиксов был по арбе эльфийской, в том числе Но там... В рамках каждой расы по где-то полдюжины толковых изменений Вампиризм нам не нужен, конечно Ну чего, надо давить, наверное, сейчас будет Или мы нычку ставим, нычку ставим Решил не рисковать Это, с одной стороны, хороший знак Это означает, что Джонни вообще не боится эльфийского Т3 и Лейта Это вот отступление тоже грамотное с его стороны, на мой взгляд Не все хуманы То есть могло быть два сценария, грубо говоря Если бы он не делал кассл и вложился полностью в атаку, и она прошла бы Потому что у него было бы там плюс 5 лимита Вот Ну, либо вот то, что он сделал Кассл и проверка, пропушит, не пропушит, не пропушил Но нормально, зато продолжил игру И вот второй вариант, он более сложный с точки зрения исполнения Большинство хуманов на протяжении длительного времени играли именно по сценарию Типа Риф лапуш, all in, до свидания Ну, пройдет, не пройдет Еще со времен, там, не знаю, раннего Ская, Кемпера и так далее Ну и, короче, молодец Дженни Кейт, что не боится выходить в лейт И хороший сигнал Да-да-да, там МГ намечались, этот грейд Там уже второй сделался И пытается выиграть время Пока там доделаются грейды У него и Мунвелла не хватает под 70 То есть ему в идеале нужно сделать 70, а потом 2 МГ заказать Блин, ну Джонни, может быть, стоит скинуть ненужные артефакты, во-первых, к минимуму два Взять как минимум телепорт, потому что сейчас уже такие лимиты, что лучше не рисковать Да, продал, даже и Вейджин продал на панде, что странно И не купил телепорт Либо он слишком очень уверен в происходящем, я имею в виду Джонни И сорочки мастера готовятся тоже То есть у нас будет полиморф Димка достался своими бернами, конечно Но Старшейп, конечно, держится очень хорошо 2 МГ он уже заказал Особенно, чтобы ауры АММК стакались в ауры ДК Ну там что-то было, да, такое Ну это вообще какие-то новые механики, конечно Мы взяли Блад Мэйджа для того, чтобы законтрить мана Берн Демон Хантера, но по факту получилось, что Димка двух героев уже оставил без маны Медленно слишком мы двигаемся, медленно, мне кажется Берн 74, вот это хорошее, кстати, Берн даже Старф использует Старшейп для того, чтобы Димку... Ну давай, 75 Ну погнали Мортира куда-то вбежала, я не понимаю, это что такое вообще? Ладно Иннерфаер пошел Панда 4, может пассивку взять, раз уж нет Он берет вины Ну панда без маны, хотя Блад Мэйдж есть Всегда можно залить панду чем-нибудь полезным Полиморф Медведи биты Бах, а Медведь хотел сделать... Сделать риджуф, тут же прилетел ошрапнельный снаряд от Мортирки Кони, Кони с Грейдом как раз наперед против Маутен Джайантов Падают Медведи, нет, Джонни тут разуплотняет Красава Банишем спасает Архмага, пересасывает ману у Кипера Сорочку Инвизом спасает, красава Диспейлит прекрасно энтов, вообще-то не успели ничего сделать Гэгэ Уверен, у него такое выражение лица, у Джонни вообще, что Как будто до Магаза просто сходил спокойно Вернулся, сел, продолжаем Вообще ни капли, ни капли сомнений, ни капли волнения Вот вспомните лицо Дайса, да? И вот брови, которые там ходили до и после и во время игры И Джонни, который сидит просто и катает Но игра мега нестандартная, очень показательная Она, во-первых, показывает, что эльфы, конечно, в крае охренели Они могут делать все, что угодно То есть вот эти вот три протектора с одним бараком, когда еще даже третий хантреско не пахнет И да, могло быть значительно хуже, если бы не достроилась гвардовская вышка, например Если бы Джонни не совсем правильно среагировал То есть если бы он подзадержал тех же самых мортир или рифлов, не знаю Панда тоже была правильным выбором очень Возможно, даже выбегание с ополченцами и снос вот этих вот трех протекторов Двух протекторов из трех до того, как основная армия прибежала Было тоже верным решением Мне жалко было смотреть на то, как рабочие умирали Они очень быстро отлетают от протекторов, в отличие от футов с дефенсом, конечно же Но... Ну, в общем, так или иначе, Джонни отбился И действовал... После того, как он отбился, он тоже действовал очень правильно Размеренно, спокойно, вышел в престол с диспеллом Сделал вовремя разведку, понял, какие там тайминги Подпушил под нужный тайминг под медведей При этом он не улынил Он при этом сделал... Параллельно с Пушем делал уже сам Т3 И уже думал, что он будет делать дальше То есть видно, что... Многоэтапная была игра И тот же самый Джонни понимал вообще, что ему нужно делать Это лицо уверенного человека, который понимает, что ему нужно делать Запомните его Вот... И, конечно, смотря, с одной стороны, на бородатого эльфа, который оланит и чизит И на человека, который на шаг на два продумывает страту и спокойно ее исполняет И, конечно, тут даже играя за эльфов сложно болеть за Старшейпа То есть как бы... Особенно в такие моменты игру, когда Фоги против Кэша играл Сначала застраивал, делал Т2 с ТЛХ Причем все одновременно, потом Кэша сказал, что не Турас Да-да-да, это было... Эльфы, это... Это было еще там пару-тройку патчей назад Когда было все еще похуже, чем сейчас Джонни хорош Да, Джонни прям... Его есть за что похвалить в прошедшей игре Старшейпа фотка такая Смотрите Суиден Джонни Кейдж даже в Мортал Комбате хорош Вниз блок, да? Или как там? Или нет, я уже в прошлый раз пытался вспомнить Мне кажется, поправили Какой был... Ну как в Мортал Комбате В первом и втором приемы Джонни Кейджа Удар в пах Его фирменный Кш, который не работал на Китану, Милену Но очень эффективно работал на остальных Эффектно даже, неэффективно, эффектно О, Шейб женился на днях, говорят В интервью говорили Вот я не знал, кстати Шведский преподаватель истории Стокгольдского университета Нифига по себе Это прям действительно он... Это его основная деятельность? 22, Джонни Кейдж тоже щегловатый Щегловатый А, не знаю, но выглядит именно так Понятно Потом Кто-то это запомнит И все И потом к нему поступать поедут Игра началась, судя по тому, как двигаются уже глаза у обоих игроков Это значит, что... Ну, они нам показывают игру уже спустя где-то минуту Поэтому Видимо, для того, чтобы вериться в том, что там ничего плохого не случилось Не надо делать регейм Все хорошо Пока что игра, конечно, Джонни Кейджа Ну, так скажем Успокаивает Не вызывает тревоги Черт его знает, что там будет дальше А у нас нейтральный герой, что ли? А, да, Бессмастер же здесь Я смотрю, барак по какому-то странному таймингу строится Алтарь поздний Это эльфийский нейтральный герой Окей, хотки, привет Некста игра, последняя на сегодня Но если Джонни выигрывает, то да Это последняя серия на сегодня Бихолдер говорит Для тебя все враги в встрече глин С некоторым исключением мы это помним Да нет Просто и Дайс, и Джонни Кейдж Это вот игроки как раз вот новой волны Одному там 19 Может Дайс уже, кстати, 20 Другому вот 22-23 По сравнению с подавляющим большинством топовых игроков Они щеглы Не по сравнению со мной А по сравнению с, наверное, ну, большей частью, да Не знаю, сколько процентов, конечно, их старше Но в топе-то таких мелких очень мало Тролли, вы Вообще, очень, очень хочется вызвать Элементали Но рядом был Висп Ну да контроль Ну да контроль Блин, ну что ты спишь-то, а? Слишком занят Криппингом Ай-яй Ладно, что у нас получается по экспем Плойф начнется в середине следующей недели Кажется, с четверга Четверка до конца Ну вот не факт О, сеточка на фута Да-да-да Иногда заслушиваюсь комментаторов Иногда спорю с ними Стотом чаще всего приходится соглашаться Посмотрим, посмотрим Что там по базе, не базе Армии у него совсем мало Сейчас средства он потратил в Тролля Два футмена он уже потерял Второго Тролля купил А вот предметы у Джонни очень топовые Посмотрите на Архмага У него и урон с руки хороший И защита хорошая Колечко, которое подняли Инты плюс шестерка И, ну, когти немножко подрезаны, но все равно Для рейнджового героя урон По ценнее, чем для милишного Ну, если, ну, за редкими исключениями Типа, там, Блэйдмастер или Алхимика какого-нибудь с рейджем Когда там либо Дикий урон дополнительный Либо скорость атаки дико увеличивается Потому что все-таки В среднем ты значительно чаще Наносишь стандартные удары Из-за того, что меньше приходится бегать А вот и базу нашел Старшейп Какие ваши действия Интересно бы знать Т2, Хантерс Холл Что это пуш со вторым героем Медриатками Может быть, кстати, и Медведя Тут разные есть варианты у Эльфа Но вообще, для начала Нужно, конечно, подпушить Человека, который такой экспант ставит За счет Саммонов Для этого, собственно, и берется Бисмастер Чтобы до появления нормального диспола А, экспант ставит Дисполится Медведь Минус вся мана у тролля Преста Но он двух купил А-а-а Ой, минус тролль Уже очень хорошо для Джонни Тролль, правда, один-то точно Умрет Арканка не готова Тролль минус один И, скорее всего, не минус два Слишком мало здоровья Но Архмак навешивает, смотрите, как с руки Очень хорошо навешивает Архмак Магическая вышка уже готова И будет значительно проще справляться с нейтралами Ай Но не доконтроливает Старшеев Вы посмотрите Он там в некоторых местах останавливается Свинью не доконтролил тоже В целом все очень хорошо у Джонни Единственное Каким-то макаром надо отменить строящуюся базу Минус Арча одна Минус Арча вторая Четвертый Архмак Прекрасный расклад сейчас Пандарейский второй Базу эльфа сейчас так просто не отменить Но в целом Преимущество по опыту Учитывая то, что они крепили приблизительно одних и тех же нейтралов Видите, разница на полуровня У Джонни Придется дыхание тратить, чтобы не рисковать Да, добивает панды дыханием Но ману-то тратит И Джонни здесь наносит урон И может барак убить, кстати И предмет может убить Он не может взять предмет, пока не убил барак Но убивая барак, берет предмет И еще почти окружает красиво панду Чуть-чуть не хватило Блин, ну это было бы слишком круто Если бы он еще панду Это было бы просто... Ну, там стах у бисмастера Но он не успевал добежать Базу не отменить А вот шахту можно Отменить Элементали идут уже гораздо чаще благодаря второй ауре И опять вот все это время Архмаг с руки Сейчас став будет Став, став, став Сколько, представляете, дополнительного урона он нанес Еще если добьет своего элементали Не получилось, к сожалению Диспел, диспел, диспел У нас тоже тут есть прист Может кого-то поддиспелить Непонятно, кого, правда, диспелить Да, он вообще красава То есть умение перейти Умение грамотно отбиться и перейти в контратаку Это тоже важное умение для Хумана Потому что излишняя пассивность в таком случае А так он и в плюс разменялся И шахту немножко оттянул Да, возможно, потерял чуть больше, чем хотелось бы Нет, 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 не сможет он Не сможет он дипелином спасти Да, немножко, немножко лишнего подрастерял, к сожалению, Джонни В этой атаке Но у него в целом, насколько я помню Стиль такой, очень агрессивный То есть, помните, Мироры У него такие очень контактные Дерзкие, дерзкий парень Вот бы воркальцы скиллы качались от использования Сто раз таковали, пусть два крона Ну, это можно было... Ну, хоть, да, это Скайрим какой-то получится Идея интересная Иногда герои и так сноуболят сильно То есть в определенный момент Когда там они уже там какого-то пятого, шестого уровня Бестмастер может быть даже... Нет, цветок лечения есть Ой, Баш идет по Архмагу И вместо того, чтобы ливать бестом Архмаг еле-еле вообще ноги конь его унес Не, ну сейчас нужно дожить до престов На самом деле, ничего страшного не произошло для Джонни База у него раньше Герой у него сейчас, конечно, подотстает из-за того, что... Опа Да там опять Архмаг подставляется, блин Молоток рискует, рискует сейчас А, там нечем добавлять Так тебе шик... Ооо, да, это был фейк Ой Это еще одна тема, которая... Объяснять дольше, чем она вот происходит То есть там были замахи, провокации на телепорт И в результате Маутон Кинг, когда кинул болт, он кинул его не в беста, который явно уходил на стафе А кинул его в тролля, к которому уже ополченцы подбегали Очень хорошая вещь Вот меня как раз в Варкрафте такие моменты радуют Ты захочешь быстро объяснить, что произошло? Не получится А момент красивый А что там? Четыре раба? Четыре раба собирают золото Не, ну у Старшипа есть еще весьма реальные шансы на камбэк Потому что Панда, смотрите, с какими артефактами, она уже третьего уровня А МК мертвый А Джонни сам выбрал такую стратегию, которая его ограничивает во времени Хотя нет, Касл есть Он просто выходит из лимита как-то очень смело Попытка... попытка красную забрать Сложновато Хотя, может, и успел бы, да, может, и успеет еще Хотя бы предмет выбить Сто раз говорил о том, что Размен телепорта на вот этого большого огра плюс предмет Это выгодней Ну, чем телепорт, соответственно, просто Выпадает не тот предмет, который хотелось бы Но, по крайней мере, мы уменьшаем количество рандома Отъедаем у противника вот этот вот предмет потенциально хороший Что делать дальше? Швец сидит в лимите, гад Халявит Да, МК хорош, два кольца Медведи появились Нет, все неоднозначно здесь У нас свитков нет, а панда качается Тяжело Хотя бы эту черепашку дозабрать Пока Ну, покажите, что там на мэне Ой, там Мартирки отстреливаться пробуют Шреддер еще подставляется Убери Шреддер, пожалуйста Шреддер подставляется Блин, поздно Зеппелином попытается спасти, но там Ой, дыхание минус Зеппелин Ну, там не было здоровья у него Джонни пытается развести противника на телепорт Хорошие мортиры выстрелы делают, но Старшип подконтраливает Рабочие возвращаются Возможно, сейчас, кстати, панда даже бутылку маны пропьет для того, чтобы ман не дать поставить Ой, минус алтарь уже Ой-ой-ой-ой-ой Надо алтарь восстанавливать, естественно, делать телепорт в Старшип Ну, мы, типа, добились своего Развели противника на телепорт Но... Мы же там потеряли дофига всего Заметят рабочего пятого Недостающего на экспанде или нет? Грамотно, что на вторую красную пошел и успеет вытащить артефакт отсюда И... Справа закреплено, слева, соответственно, барабаны хорошо Сразу телепорт Опа, и здесь сразу продолжается битва Куда полез Старшип? Ой, в смысле, извините, Джонни Кейдж Такой телепорт странный был Он думал, может быть, словить на криппинге Вильфа Только что было 50 лимита, уже 74 откуда? Две лорницы и Ancient of Wind, видимо Если деньги есть, выходить из лимита хорошо можно Да, Феррики, ё-моё Феррики начинают жарить Да, Светков нет у нас Он всех Ферриков, правда, убил Но против панды с маной я не знаю, что делать Мортира каким-то макаром у Джонни Кейджа оказывается в самой гуще событий МК подставляется очень сильно Он танкует, конечно, как можно Но у него нет бутылок, нет ничего И это, блин, минус МК Ну, это ГГ Много элементарий, не сдаётся, конечно, Джонни Но здесь крайне сложно Там, правда, вышки есть Но медведи спасаются на последних хитах Да, Старшейп явно не просто двухбарачный эльф Который только в Хантрес умеет играть Пожалуйста Пожалуйста Ооо, подходит паладин, можно сейчас попробовать Попробовать развести А, там Став Да есть магазин, можно Став купить Став пошёл Конни-мортир и вообще позиции никакой Пандас на половину пятая Капец Как же страшно на это смотреть-то Да, и уже лимит 70 на 50 Это, похоже, уже всё Ну, я смотрю на уровни героев И на ситуацию игровую Капец, you know, he's keeping it positive He's looking at this He's like, alright, cup half full I'm back in no upkeep Let's save some gold Wow That's probably the most positive thinking You've ever displayed on a broadcast Why are you always hating on me like this? Me? I'm probably your best friend I can promise you that is not the case I like to think so Снова выходит из лимита Джонни 57 на 78 Минус 20 лимита И хуже герои ММК ещё не вышел Паладин пытается Взять Да, и Феррик добивает гнолу Просто за каст Пурджи Ну, Став А, ну, Став Он не хотел тратить Потому что боится, что ему Паладина убьют ещё Став эти мини-тролли Джонни пытается Спастись на экспанде Подходит МК Может, и выдержит Атаку здесь Джонни Там такое количество Медведей Подкрепа справа идёт На Медведя Можно получить там Второй Какой-нибудь славел Уже такая гопша эльфийская Посмотрите, там гиппогриф появляется Чтобы вертолетик в пас Грызть Залетает гиппос Очень-очень нагло, конечно, залетает Такая толпа Просто страшно Смотреть даже на неё Паладин второй Феррики в форме Престы, естественно, на точке сбора отдаются И очень сложно здесь соединиться Войсками Джонни Кейджем Правильные действия от эльфа Третью базу ставит Да, там по грызам Скорее всего, он ещё проигрывает More anti-air as well Where is that Soft-stress master training So he can cast the polymorph And literally blow himself up In the process Thanks to the fairy dragons Exact That's what I'm questioning as well That's what costs him the game The lack of polymorph Starshape is Doing pretty good with the upgrades 2-2 I was gonna say He needs to start more And there it is Plus-3 attack queued now Я пытаюсь зацепиться Пытаюсь придумать что-нибудь Сейчас в виде третью базу Джонни И, скорее всего У него ни одного свитка нет, понимаете? Он играет против эльфа, у которого 83 свитка И панда почти пятая Это как вообще? Как тут выиграть можно? Химерки пошли уже готовятся У эльфа Ну, сейчас единственный момент нормальный, когда можно дать сражение и не слить в нулину Ну, слить не в нулину, так скажем Потому что если мы будем ждать еще дольше, то там химерки паиваются И уже ни кони, ни мортира не будут представлять угрозы серьезной Но Джонни Джонни ждет грейда Джонни делает вертолеты И Джонни Бестейди Да нет, по-разному бывает Причины очень разные Сейчас, скорее всего, по 2пшная штука, она у нас работает И там всегда скорость выше, чем с сервака качать Ну, потому что по принципу она такая С созданной была так Хороший Вроде как хорошая позиция у эльфа, но он ловит первый Моноберн Не доконтраливает Старшип, на самом деле Он не сделал Берн вовремя И... Ооо, что? Дима умер с инволом Лимиты сравниваются Вертолеты есть для того, чтобы с химерами Ну, потеря Димки Это, конечно, колоссальная потеря Но пятая панда уже Светок лечения каким-то макаром, видимо, через инвиз был куплен Очень все красное, конечно, у Джонни все равно Медведи здоровые Панда без маны Чуть-чуть перегруппировывается Ой, там МК Почему, почему не став... Почему Хилл не на МК? Медведи разваливаются Там еще парочка на Ладен Дэш, что-то можно попробовать Нет, тут Джонни реально сражается максимально эффективно, насколько мог Ну, это Старшип, конечно, тоже молодец Телепорт есть, и Эльфон продолжает сражаться Медведи уходят на последних хитах, конечно, это тоже хреново Третий Палыч Свиней перед... Капец Да ладно, еще с такой ситуацией можно вырулить, что ли? Я в шоке просто Не, ну слив, слив Димки, конечно, это... Когда у тебя там став, у тебя инвул Когда Димку долго бьют, это очень странно Мейн закончился Надо обязательно убивать эту базу А почему Джонни не зашел наверх? Вот этого момента я не понял Клэп очень подставляется МК под... Ну вот... Может потом... Нет, у него есть Телепорт Почему он не зашел и... Этот... Экспант не убил ему просто Миллион виспов Телепорт делает Архмак Где, где, где? Я вот этого мова не понял То есть он рассчитывал, что... Надо было этот экспант убивать, тогда шансы были вообще реальные на победу Шестой Архмак Массовый Телепорт А что там по инвизу? Блин, реально от этой базы избавились бы и все, остались бы в равных лимитах И в равной экономике Сейчас придется еще за левую базу сражаться Толпа рабочих Ооо... Очень много жертв будет Ну и с этой стороны, и с другой То есть, возможно, это и правильный размен Хотя нет, какой правильный? Что-то я торможу У Джонни эта база была поставлена раньше И, соответственно, у него деньги-то уже закончились Сколько там? Ну тыкни на шахту Ну что там за опс вообще сидит? Шестой бист Третий Димка Капец Пошел Телепорт Массовый Телепорт на Телепорт Приста, 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 беги! Хорошо Убрал элементали от блока Приста Молодец Но приста, на минус Так, что делать сейчас? Что делать в такой ситуации? Да Да Все правильно Там диалог интересный Что бы ты отдал за возможность Чтобы твой Ну, мейн перелетал Как командный центр Он говорит, одну из своих почек У Ильфа всегда вот такое преимущество В данной стадии, да? Когда Все уже закончилось Там перекапывается Просто идет А другим расам приходится Ой, там один гипос Сейчас всем покажет Под мануэлами Блин Под контролем Он забайтил На новую вертолетику Убил гипоса в результате Ну как здесь выигрывать-то? Он будет принимать экспо Он будет принимать экспо На верхней вертой А не на верхней вертой Я даже не думал Но это очень умный Возможно, что у противника не так много золота осталось Блин, тяжело И телепортироваться просто так элементарно Пусть и невидимому Без розетки не стоит То есть надо убедиться в том, что Ильф отошел достаточно далеко А потом степешится Например, можно на мейн дойти И Мунвелл ему быстренько поубивать Так, вот Телепортирует сюда Но опасный момент на самом деле Кемерка выходит Телепорт пошел Ох, какое спасение Двух мортир было Вы видели от Джонни Кейджа? Там инвиза, лечение Отконтроливание против Химеры Попробуй мортир поконтролить Да, вот и дерево Провоцирующее Джонни на атаку Блин Цветков нет Да нет, сейчас выбора уже нет То есть ты можешь, конечно, пытаться на мейн спрыгнуть Не, наверное, надо было все-таки на мейн его вести Просто чтобы спровоцировать Кажется, Джонни пошел в атаку Там тоже свитков нет На самом деле у Джонни есть шанс Надо думать Держать в голове Аккуратно, аккуратно, аккуратно Да, 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 да там тоже нет Ой, монобер на 100 пропускаем Просто Как же панда хорошо стоит под вертолеты, а? Надо ссуваться туда Ой, дыхание шикарнейшее Вертолеты врываются Не понял, как они ворвались, если честно Пытается, пытается Панда трындец, там все сдувает Всех кастеров, там уже гора трупов Беста пытается убить Да ладно, минус бист Ой, хорош Панда, если не будет шестая, то нормально, можно здесь на героях разрулить Димку пытается убить, но у него есть инвул Он делает инвул Кони очень битый Кони, мои кони Под реджувом стоит МК Офигеть, и пятая МК С третьим молотком Стлооооооо, он выигрывает Он выигрывает Панда шестая, может быть ультимейт, маны нет Ой, надо сейчас пускать невидимого элементального к алтарю К алтарю, к алтарю, к алтарю на всякий случай А, ну у него маны нет на сорочки Блин, хорош Ну, панда шестая может, конечно, еще тут, наверное Ох, ну у нас уже преимущество по лимиту 48 на 34 А у Джонни, там вы не видите, я вам сейчас покажу, ребят Просто, посмотрите на выражение его лица У него вообще все нормально Может там кто-то вместо него играет Бах Давай еще моноберн сделай на ничего Хотя панда, блин, шестая Ой, ульта пошла, а у панды нет Будем с пандой Массовый телепорт, правильно, правильно, сейчас циклон может быть Он циклон сделал на другого человека Там же нет кд на циклоне, он мог прервать О, ошибка Ну, короче, это мега редкие штуки У вас три панды, у вас три стула, да? Одна панда бьет с руки, горит Другая там таунтит и танкует хорошо Третий панды там диспл, циклон, короче, там набор целый Ой, сразу массовый телепорт Диспл на элементаре, аж чтобы не было Ё-моё, ко мне соседи уже начали стучать Да, вот эта игра Вот эта игра Да Ну что, вы видите сами, что происходит Панду окружают, у неё нет уже ультимейта Она полностью окружена, нет стаффа Это просто минус шестая панда, капец И вот здесь уже можно ливать на самом деле Потому что остаётся только Димка третьего уровня Который старается, конечно, делать Бёрн Но в целом уже хумановские герои шикарные просто Прокаченные, прекрасные И это такая классная победа от Джонни Кейджа Просто невероятная победа Настолько Эльф был впереди, настолько Это невероятно просто Ну там есть стафф на паладина, если что Он лечит напоследок и ещё убивает Ну всё, собственно, ГГ Офигеть С таким преимуществом колоссальным По героям он был сильно впереди По предметам он был сильно впереди По лимиту и по грейдам он был сильно впереди И тем не менее он отхватил Ё-моё Нет, Джонни красава просто Просто красава Тут уже ничего не сделаться Третьего героя ты не восстановишь Ну Старшейп-то было всё для того, чтобы победить Но не хватило исполнения именно контроля А вот Джонни хватило всё И терпения, чтобы пережить вот все вот эти вот атаки Когда рядом с тобой плюс 30 лимит эльфийского базу штурмует И ты такой, что, блин, как мне это убивать Красава Такой удар просто по эльфийской имбе Это ГГ Офигеть Джонни улыбается Но он явно не ожидал, что удастся такую катку вытащить Это... Ну мы подождем интервьюшечку с Джонни Кейджем Послушаем её, переведём Но сегодня у нас очень классные катки получились Три из четверых игроков наших прошли в плей-офф И Хавк вышел, и Дайс вышел, и Джонни вышел Только вот Сонник немножечко не смог Но... Ну самое интересное, последняя серия, на мой взгляд Именно последний матч Потому что...